Морским судам быть. Сейчас, друзья, вместе с вами отправляемся в 1696 год. Именно в октябре Боярская дума утвердила указ Петра I. Об этом подробнее расскажет Андрей Яковлев. Он находится в Военно-морском музее, и мы передаем ему слово. Поднять паруса! Доброе утро! Как видите, на мне сегодня тельняшка. А все почему? Потому что отмечается день основания Военно-морского флота России. Не путать с Днем Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. Это немножко разные праздники. Я нахожусь в Центральном Военно-морском музее имени Петра Великого. Посмотрите, сколько здесь кораблей. Сколько всего было создано и Петром I, и после Петра I. А это ботик Петра I. Их существует несколько. Многие знают про один, который находится на Плещеевом озере, и считают, что с него был основан флот России. А некоторые знают о Петербургском. Вот он здесь стоит. Сейчас нам Сергей Данилович все подробно расскажет и откроет эту тайну. Где же все-таки главный ботик находится? Главный ботик, конечно, находится в Центральном Военно-морском музее имени императора Петра Великого. Кстати, это высокое звание нам передали и возвратили 11 сентября этого года решением Совета Министров нашей страны. Ну, а ботик является главным экспонатом нашего музея и национальной реликвией. Именно этот ботик в 16-летнем возрасте юный царь Петр I нашел в селе Измайлово, это было село Дворцовое под Москвой, в вещах своего двоюродного деда Никиты Ивановича Романова. Как ему объяснил Франц Тиммерман, немец, голландец, который жил в немецкой слободе, этот бот английский, построен примерно в 1640 году. Петр заинтересовался этим судюдушком. Франц Тиммерман изготовил парусное вооружение этого кораблика. Петр I сначала плавал на нем по парсеному пруду в селе Измайлово, затем перебрался на реку Яузен. Яуза оказалась тесной и в итоге его перевезли на Плещеево озеро, где была основана, как известно, царем Петром I потешная флотилия. Петр I азы морского дела, собственно говоря, начинал на Плещеевом озере. Кстати, там же находился и второй ботик, который иногда путают с нашим. Это ботик называется Фортуна. Он голландского образца. Если наш ботик это, в принципе, английская парадная шлюпка, то ботик Фортуна имеет более полную воду и более такой, грубоват, что ли, по конструкции. Но именно с нашего ботика началась история российского флота. Недаром он получил название дедушка русского флота. Насколько космополитичный человек был Петр I. Это и Плещеево озеро, это и Архангельск, это и потом Санкт-Петербург, это и Воронеж. Все-таки какой город можно считать городом основания флота российского? Ну, все-таки, наверное, исходя из исторических фактов, следует признать, что город Воронеж является колыбелью российского флота. Именно там в 1695 году была построена основная масса кораблей для азовского похода, который оказался успешным. И войска Петра I с помощью вот этого флота взяли сильную турецкую крепость Азов. Ну, а уже 20-го или 30-го, по старому стилю, или 30-го октября 1696 года, в Москве Боярская дума вынесла историческое решение морским судам быть. И с той поры началось планомерное строительство и создание российского флота. Ну, вот сейчас мы, кстати, можем посмотреть. Здесь справа как раз вот каркаса судов, да? Да. Здесь рассказываете, наверное, о том, как все строилось, да? Как строилось корабль? Часть из этих моделей принадлежат коллекции моделей Петра I, их более десятка. Ну, жемчужины нашего собрания, конечно, являются моделью английского ленинного корабля Royal Southern, построенного в конце 17-го века. Такие модели называются адмиралтийскими. Они изготавливаются без мачт, без рангота, но показывают внешнее устройство корабля. Здесь, например, шпангуты, показаны в подводной части, без обшивки. Самое главное, достоинство этих моделей, это высокохудожественные образцы. Они все покрыты тончайшей резьбой. Их изготавливали мастера своего времени, можно сказать, почти ювелиры. И в мировых музейных собраниях таких моделей, ну, наверное, где-то не больше десятка сохранилось. Это наша гордость. Все-таки как за три века поменялись, да, и вот конструкция кораблей, и вот как происходила вся эта эволюция, да, от деревянных до металлических, от, вот, казалось бы, простых ботиков, да уже крейсеров огромных, которые сейчас бороздят просторы. Уважаемые зрители, буквально через несколько минут мы вернемся в Центральный военно-морской музей для того, чтобы рассказать вам о других выставках. Ну и, конечно, вместе с вами сегодня, так сказать, отпраздновать день основания военно-морского флота России. Ну что ж, продолжается программа «Хорошее утро». Николай Растворцев, Александр Емельянова. И сегодня вместе с нашим корреспондентом Андреем Якулем мы отмечаем день основания российско-военного морского флота. Переносимся в музей, где находится наш коллега. Он обещал рассказать массу интересного. Андрей, эфир в твоем распоряжении. Отдать швартовый. Александр Николаевич, доброе утро. Из века 17-го, с конца 17-го века мы переносимся в век 18-й. Его начало. Вот Петр I. В Петербурге идет строительство полным ходом кораблей. И Сергей Данилович сейчас нам расскажет о том, как это было и что изображено сейчас на этой картине. Сергей Данилович, доброе утро. Приветствуем вас. Доброе утро. Вот наши зрители. Здравствуйте, зрители. Что на картине? На картине изображена модель камеры, которую основал Петр I. Первое упоминание о модели камеры относится к 1709 году. И модель камера является предшественницей, началом нашего музея, собственно говоря. В то время, в начале 18 века, модель камера выполняла чисто производственные функции. Здесь мы видим рабочих чертежников, которые на так называемом плазе вычерчивают корабельные шпангуты. Потом по этим линиям изготавливались настоящие шпангуты в дереве. В начале 18 века и в середине 18 века Адмиралтейство выглядело именно так. Если посмотреть с внутренней стороны, вот эта сторона Невы, здесь как раз шло полным ходом строительства, да? Да, совершенно верно. Расскажите нам о башне. Она же была совершенно другой, не той, которую мы видим сейчас. Это так называемая Коробовская башня, то есть ее спроектировал архитектор Коробов, и она изготовлена из дерева. Интересно, когда в начале 19 века по проекту Адриана Захарова Адмиралтейство перестраивалось, то эту деревянную башню спрятали внутри вот этого каменного кирпичной конструкции. Так что сейчас можно ее увидеть. И просто какое-то чудо, что она дошла до наших дней. Да, ну а самое интересное, что вот Адмиралтейство со всех сторон окружено рвом, водой, да? Да, по сути дела это крепость. Если на другой стороне Невы мы видим Тетропавловскую крепость, то на левой стороне Невы для защиты Адмиралтейства, которая, кстати, была основана в 1704 году, и буквально 5 ноября мы будем отмечать 315 лет со дня рождения Адмиралтейской Ферфей. То, естественно, для защиты Адмиралтейства от погрешения шведов нужно было сделать, тоже построить крепость, собственно, ее и сделали. Окружили ее рвом, по углам поставили бастионы с пушками. Ну, надо сказать, что шведы не переставали, не делали, они все время делали попытки захватить Санкт-Петербург и уничтожить только-только зародившееся судостроение. И в 1705 году шведский крупный довольно-таки отряд, может, прошел через весь Петербург, но он был отбит нашими войсками, и Адмиралтейство было спасено. Ну, вот здесь, кстати, это макет середины 18 века. Это макет 1766 года, времен уже Екатерины Великой. И даже вот тогда, если вы придете в музей и посмотрите, вы поймете, что не было ни сада напротив Адмиралтейства, да, не было ни Дворцовой площади как таковой еще, ну, толком она не сформировалась, потому что здесь все окружено. Последний корабль в Адмиралтействе был построен в 1842 году. На этом макете видны и открытые стапели, и закрытые эллинги, где строились крупные корабли. Затем судостроение было прекращено, стапели демонтированы, а в 70-х годах 19 века была проложена Адмиралтейская набережная, и земля была продана городу, и город возвел здесь уже те дома, которые мы видим сейчас. Давайте посмотрим о том, то, какие корабли строились вообще в ту эпоху, да, и чем занимался Петр I. Вот посмотрите, какие у нас макеты и слева от меня, и справа. Что это? Вот справа. Ну, это уже модель турецкого корабля Трофена, который относится скорее к концу XVIII века, ко времени знаменитого сражения при Чесме. Кстати, в будущем году мы будем отмечать 250 лет со дня одного из самых крупных сражений, где турецкий флот был нагло разбит. Ну, а, собственно, вещи Петра I, они также представлены в этом зале. Да, мы можем пройти. Дальше здесь у нас есть топорик, который находился в шлюпке, на которой плавал Петр I, это уникальная реликвия. Также чертежи с подписями Петра I и некоторые инструменты. И что же за макет корабля у нас? А также модель корабля, это Шнява Наталия, названная в честь матери Петра I. Он, есть предание, по которому этот корабль, эта модель построена его руками. У меня есть сомнения, что Петр на Адмиралтейство ходил в короне. Почему? Нет, это не совсем корона, это компас, который находился в каюте Петра I на линейном корабле Ингерманланд. Почему он такой необычной формы? Потому что сама картушка и стрелка компаса находятся снизу. Петр I лежал на койке и, подняв голову, мог наблюдать за показаниями компаса. То есть проверял курс корабля. Спасибо огромное. Но это еще не весь наш рассказ. Я напомню, что сегодня мы отмечаем день основания военно-морского флота России. Здесь, в Центральном военно-морском музее. Спасибо, коллега. Андрей, спасибо. Переходим к другим новостям. Андрей находится в военно-морском музее. Продолжай, коллега, эфир твой. Да, и прямо сейчас я нахожусь на новой открывшейся выставке «Небесные покровители». Здесь как раз ее открывают в центре зала. Находится как раз выставка небольших таких скульптур. Здесь представлены все князья, императоры, а также патриархи, митрополиты. За всю историю многовековую и государство Российского, и Российской империи в том числе. Ну, а рассказывает нам о выставке сегодня Сергей Данилович. Доброе утро. Приветствуем вас еще раз. Расскажите об этой новой экспозиции. Центральный военно-морском музее проводит обширную выставочную деятельность. Ежегодно мы участвуем в более чем 90 выставочных проектов. И вот буквально недавно, 17 октября этого года, открылась эта замечательная выставка «Небесные покровители Российской армии и флота». На ней представлены произведения живописи, графики, скульптуры, ювелирного искусства, ведущих мастеров российских, которые работают в жанре православного искусства. Также на выставке представлены и те вещи, которые хранятся в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого. И отражают вот эту сторону. Также история отечественной армии и флота. Да, в истории флота это очень важная страница, потому что существует очень много военно-морских храмов, церквей, да, по всей нашей корабле. Именами святых в прошлом это было. Вот именно. Поэтому, да, именно этому и посвящена эта выставка. Сейчас мы находимся в зале, который олицетворяет вот, да, Ушаков. Ушаковский зал, потому что Ушаков является канонизированным святым, первым адмиралом, который перечислен к лику святых. И в нашем музее находятся ряд вещей, которые даже ему принадлежали. Я бы отметил жемчужину этого зала. Это картина Ивана Константиновича Айвазовского, гибель корабля «Лефорт». Она написана по горячим следам, трагической гибели корабля «Лефорт», который по Гефисском заливе в 1857 году со всем экипажем. Очень хочется, чтобы камера наша хоть немножко передалась. 700 человек. Это была крупнейшая катастрофа в истории Российского флота. И знаменитый маринист был так поражен этим горестным событием, что он быстро откликнулся вот таким аллегорическим изображением гибели корабля. Также очень интересна для посетителей и витрина с подлинными закладными досками корабля российского флота. Они металлические все, вот посмотрите. Да, металлические, даже серебряные. И существовала такая традиция, собственно, она дошла и до наших дней при закладке корабля. В его основании, в нищевой секции устанавливается так называемая закладная доска. Наш музей обладает самой крупной в стране коллекцией закладных досок. С примера, начиная с середины 19 века. Посмотрите, какая интересная чернильница. Вот, наверное, каждый мальчишка мечтал бы, чтобы у него на столе стояла такая-то модель. Причем, обратите внимание, катер называется морской музей. Да. А, кстати, вот история этой чернильницы какая? Ну, она изготовлена неизвестным автором, но, я думаю, наверное, из какой-то ведущей фирмы. Потому что эти закладные доски и, собственно, ювелирные изделия делали фирмы Овчинникова, Грачёвых, Фаберже, знаменитая фирма Карлос Фаберже. И вот к нам попала такая замечательная вещь. Сергей Данилович, я вас благодарю. Огромное вам спасибо за эту потрясающую экскурсию. Хорошего вам утра. Спасибо. Я всех поздравляю телезрителей с днём рождения Российского флота. И мы тоже вас от всей души поздравляем. Доброго утра. Оставайтесь с телеканалом Санкт-Петербург.